Бессмертный батальон. В нем служили те, кто считал делом все свои жизни защищать родину. И на войне, и в мирное время. Во внутренних войсках страны в честь героев Великой Отечественной войны и тружеников тыла проходит патриотическая акция. Офицеры и рядовые солдаты в воинских частях рассказывают о жизни и подвигах своих отцов и дедов. Все эти истории лягут в основу сборника об уроках мужества. Своих героев чествовали в Шимкенте. О нелегком, но главном жизненном пути одного из них Алмау Разбаева. Детство Владимира Каминского было нелегким, как впрочем и у всех, в довоенные годы. В 42-м его семью депортировали из Львова в Германию. Годы тяжелых принудительных работ. Этой участи не избежали даже дети. Мрачные улицы, люди в мундирах. Все это не только угнетало, но и усиливало детские страхи. Захожу я в лимонадный завод какой-то. Я зашел туда, в подвал, и оттуда с оружием ведет офицер, эзесовец со всеми орденами, оттуда выходит. Я остолбинил, думаю, что конец пошел. Он мне спрашивает, а как тут дойти до Бреслова? Я ему сказал, примерно сколько километров. Он оружие-то снял, бросил. Я говорю, без оружия. И идти запросто можно пройти любую границу. И все это. И так я ушел, не знаю, живой или не живой. Домой семья вернулась только в декабре 46-го. А потом для Владимира пришло время служить. Возвращение из армии совпало с освоением целины в Казахстане. И молодой Каминский, не колеблась ни минуты, поехал в Павлодар на комбайновый завод. На комбайновом заводе проработал три года в гараже. А потом это все мне надоело. Я решил написать в Министерство Москву телеграмму. Я пошел туда телеграмму. Через 24 дня пришел ответ. Оттуда вызывает меня в военкомат и направляет меня в ЛДК МВД. Экибастуз, Байтал, Чу, Чиганак. Более 30 лет Владимир Степанович беззаветно служил во внутренних войсках. Розыске осужденных, совершивших побег, солдат самовольно оставивших часть. Непростых ситуаций в рабочих буднях Каминского было немало. Но с задачей он справлялся всегда. Вот и сегодня он будто в строю. Встречается с молодыми офицерами, солдатами, рассказывает о славных делах своих коллег, делится жизненным опытом. Вот сейчас во внутренних войсках мы начинаем новую акцию, он называется «Бессмертный батальон». Смысл вот этой акции заключается в том, что у нас служат офицеры и контрактники, бабушки и дедушки, которых проходили и служили в Великой Отечественной войне. И вот каждый из них берет фотографию своего бабушки и дедушки, рассказывает, где он служил, какими орденами награжден, и как теперь он служит и продолжает служить во внутренних войсках. Все истории, рассказанные военнослужащими, лягут в основу сборника об уроках мужества. Книга послужит пособием по воспитанию молодых воинов, говорят в части. Алмау Разбаева, Нурмаха Мусатов, Шымкент.